Девушки отдыхают И готовить мы его будем вместе с удивительным и совершенно великолепным парнем Встречайте, Роман Поставалов! Здравствуйте! Зрители СТС прекрасно знают, кто такой Рома На всякий случай напомню Супер юморист, участник шоу «Уральские пельмени», актер кино и сериалов Классный парень, мой друг А еще Рома тоже умеет и любит готовить Да, Рома? Ну это видно Ну нет, ну видно, что есть, любишь Да, мне когда прислали приглашение, сказали, Саша тебя очень ждет Удивился, конечно Но приготовил соответствующий подарок Я еще подумал, что за странный зоовыпуск Поэтому я взял золотые буквы То, что надо Да, чуть-чуть Золотые Мы как раз их с тобой вставим в сегодняшний праздничный торт Торт будет? Знаешь, что за торт будет? Я вижу свеклу, но боюсь предположить Друзья, будем готовить свекольный торт Угощайся пока канапешечками Вкусно Свекольный торт Согласитесь, звучит, мягко говоря, странно Но просто поверьте Купите килограмм свеклы и запоминайте рецепт Вы все знаете морковный торт? Я знаю Но морковь, она же по сути свекла Родственник, наверное Овощ Появилась идея вместо морковки сделать свеклу Мы сегодня делаем свекольный торт В основе торта бисквитные коржи А основа любого бисквита яйца Нужно 8 штук Да, тортец будет немаленький Чтобы всем хватило Смотри, ты как вот нижнюю все готовишь? Ты ножом разбиваешь яйцо или вот об край сковородки? Вот ты когда яйцо разбиваешь об край У тебя часто вот здесь мелкие скорлупки и острые края Когда ты выливаешь, у тебя больше вероятности, что у тебя желток порвется А когда в стол, вмятинка, ты вставляешь сюда пальцы И у тебя как бы уже такая вишина Всыпаем сахар и взбиваем яйца до пышной пены И сухие ингредиенты Насыпаем муку Затем туда отправляем какао Обязательно нужно добавить цвета к тесту Поэтому вот именно свекла будет с какао сочетаться идеально Как и в морковный торт, в свекольные идут пряности Это имбирь Молодец Добавляем чайную ложку имбиря Вот пряность должна быть в этом тесте И чайную ложечку корицы Отлично И разрыхлитель Теперь все сухие ингредиенты перемешиваем О, хорошо Теперь важный ингредиент теста Это подсолнечное масло Его видите много За счет него как раз будет жирность и сочность Самого теста Давай, давай Ну все, останавливайся Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Подожди вот так Ну можно же Конечно, с маслом особенно Вкусно Круто, да? Сладкие яйца с маслом Я бы даже не стал вот это добавлять Просто ложкой бы хлебал до этого Как борщ Тем более свекла рядом Натрем туда Соединяем жидкую часть и сухую Хорошенько перемешиваем И пока убираем в сторону Настало время свеклы Я ее помыл как следует Завернул в фольгу И убрал в духовку Примерно она минут 50 запекалась Запекать? Не варим? Не варим Почему? Потому что остается весь Остается аромат Да, и цвет И цвет И ярче она будет Натираем на мелкой терке Одну свеклу оставь Зачем? Украсим, как вишен Розу сделаем Да, да, да Розу из свеклы вырежем У нас же еще крем У нас помимо того, что тесто будет свекольное Крем свекольное Отправляем свеклу в тесто И хорошенько перемешиваем все Вот смотри, какое красивое розовое тесто Смотрите, шоколадненькое Жирное, вкусное, свекольное Честно говоря, у меня вот опять слюна пошла И еще один финальный ингредиент Это сушеная вишня Со свеклой вишня крутая На самом деле это очень гастрономичное сочетание И перемешиваем? Да, и перемешиваем О, это будут такие красные вкрапления, да? Да, и еще будут они кисло-сладкие Со свеклой сочетаться Тесто для коржей замесили Делим его пополам И разливаем по двум разъемным формам С пергаментом на дне Выпекать будем два коржа одновременно Открывай духовку Раз На решеточку и на противень Ну не толстоватые это коржи? Не-не-не, они будут пропекаться Мы их потом будем резать на две части Вот этого я не учел За 35 минут коржи отлично пропекутся Ух, запах какой обалденный, да? Ох О, это подлопался чуть-чуть, да? Полопался так и должно быть Даем коржам полностью остыть Чтобы потом было удобнее их разрезать Настало время сделать супер вкусный крем Ромка, ты готов? Да Прямо весь сливочный сыр выкидывай туда Давай-давай Волшебная лопатка Вот, видишь, как торт будет огромный Реально Обожаю огромный торт Реально 20-25 человек сможет наесться Затем засыпаю туда пудру Вливаем сливки и взбиваем крем-миксером Теперь мы делаем два крема Один у нас будет свекольный А другой обыкновенный Половину крема отправляем в кондитерский пакет Убираем в сторону А со второй половиной немного поколдуем Нам нужно сделать пюре из свеклы Режем Еще на 4 Вишь, какая она насыщенная Да Это благодаря запеканию именно Да-да-да, смотри, там весь цвет, весь вкус Она супер мощная Перебиваем свеклу до состояния пюре в кутере Смешиваем со второй половиной крема И перекладываем в кулинарный пакет Не входит, да? Давай, облизывай Ммм, вот зачем облизывать? Так надо Как свекла сюда вот Она прямо ложится вот к сливочному крему Да, и вообще вкусно Вот у нас, значит, два крема А вот у нас два коржа Открывай коржик Вот Наш торт будет состоять из четырех слоев То есть каждый вот такой корж нужно разрезать на две части Только не забудьте предварительно срезать запеченную корочку с каждого коржика Чтобы крем их лучше пропитал У нас получилось четыре коржика Собираем торт Крем будем наносить необычным способом В центр будем выкладывать свекольный А снаружи будем делать обычный сливочный Так на разрезе будет красивее Срезаем кончик с кулинарного пакета И начинаем наносить крем По кругу Улиточкой Держи Держу Держи Теперь смотрите, кладем сверху следующий коржик Сам, хочешь? Давай ты Блин, шеф Да нормально все получится Смотри, вот так и вот так Открытые ладошки Подожди, тут у меня Не, а вот это сверху закрытая ладошка И пошел по кругу Ну нормально Подожди, а что она изгибается? Ого, не, не, хорошо, хорошо Ай, хорошо пошел, отлично Так промазываем все слои Четвертый верхний корж тоже покрываем кремом Короче, этот торт, я вам должен сказать Такая штука, которую вот прям когда готовишь Ну вообще не втерпешь попробовать На самом деле его можно уже резать и есть Но лучше его убрать в холодильник Чтобы крем поплотнее стал Чтобы бисквитики наши пропитались Но нам, чтобы не ждать У меня есть еще один торт Марин, давай сюда Ты сравни, один ты готовил или со мной Да, вообще сразу чувствуется другой Блин, вот, смотри У меня красная шапочка торт называется Вообще красиво Офигенное название для торта из свеклы Красная шапочка А давай так и назовем Внутри пирожки Готовый остывший торт осталось украсить Бортики промазываем сливочным кремом Оп, 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 оп Все, вообще красота Прикинь, таким тортом в лицо Там сотрясение мозга сразу обеспечено Он реально весит килограмма, я не знаю, четыре Можно биться, вскочать Ну-ка, погоди Нет, не четыре Попозже взвесим обязательно Посыпаем сверху натертым белым шоколадом Эта красная шапочка шла к бабушке и пошел снег Или дровосеки, опять же, пилили дерево И мимо шла, и полетела стружка Теперь надо переложить наш огроменный праздничный свекольный торт Красная шапочка на тарелку Заодно и взвесить Тихо, 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 Сань, ну не поднимешь Не переживай Да давай столкнемся с доски лучше Саш, ну давай вот так, на руку Давай, на руку мне Подожди, давай Держишь? Да Да, аккуратно Вот, реально переживает, как за ребенка 4300 Поздравляю, папаша 4300 Поздравляйте тракториста Осталось только украсить торт золотыми свечами Саш, я тебе хочу пожелать Чтобы твой энтузиазм, твоя энергия Они не иссякали Чтобы зрители твои прибавлялись И чтобы у тебя всегда все пальцы были на месте Поздравляю Спасибо Спасибо, ура Давай, загадывай желание Раз, два, три Сбудется Отрезаем по щедрому куску торта И наслаждаемся Никогда не думал, что свекла может быть такой обалденной Не просто там, о, свекла, смотрите, мы ее добавим Она прямо ярко, отчетливо ощущается Но в таком сочетании, что просто И в тесте Вообще бомба Для свекольного торта Красная Шапочка возьмите Свеклу Сахар Муку Яйца Сливочный сыр Подсолнечное масло Сливки Какао Сахарную пудру Сушеную вишню Белый шоколад Корицу Имбирь И разрыхлитель Кусок юбилейного торта 126 рублей Кусок юбилейного торта